Всем привет! Решил я сделать видео про цветение на конец февраля-начало марта. И одной из главных орхидеи, главной персоной из этих видео будет этот цимбидиум. Если вы помните, по моим прошлым видео я ожидал цветения цимбидиума троцануа, так как вот это растение, оно было сбиркой цимбидиум троцану от Орхициндмо. Это его первое цветение. И видел уже по бутонам, что, скорее всего, это не был чистый троцанум. И да, вот он раскрылся. Цветы мне очень понравились, очень красивые. Но я ожидал, конечно, что это будет с троцанумом. Но это какой-то его гибрид, может даже первичный. И мне он даже, мне кажется, очень понравился больше, чем сам троцанум, потому что посмотрите, какая красота. Очень интересный цвет. Он в зависимости от освещения то персиковый, то розоватый, то желтоватый. Цветы очень крупные, цветы очень интересные. Форма абсолютно, естественно, троцановская. И вот его брат, можно сказать, это цимбидиум эритреум, мой любимчик. Он до сих пор еще цветет. И видно их такое, эта секция очень характерная форма цветка и губы. И также этот цимбидиум, я не знаю его название, у него есть аромат. Он не очень сильный, так как у эритреума, но есть такой слабый аромат, приятный, сладкий. Но мне все равно очень нравится. Пусть даже я теперь не буду знать его имени, но теперь у меня есть такое. Продолжает цвести фрагмипедиумы. Они сейчас почти все в цвету. Они суперские. И мне дала второе цветение котлея. У меня есть видео, это никак не могу выложить. Это котлея A Grand Duchess, либо Великая Княгиня. Она цвела осенью, она цвела в декабре, в ноябре. Первое цветение было, это ее второе. Со второй будет быть цветение, цветение немножко мельче. Но все равно они потрясающие, очень красивой формы. Крупные, классика. О ней я выложил все-таки видео до конца. Вот об этом цветении, которое было в ноябре. Продолжает цвести эти огонечки. Это сафранитис коксинея. Вы видели по ней, видео было по первому цветку, есть на моем канале. Открылся второй цветок, и он продолжает и продолжает цвести. Единственное, на ветру они очень сильно побились, так как они уличное полностью содержание. И еще один огонечек, который у меня распустился. В принципе, распустилась она очень давно, но я ждал, когда распустятся все цветы. У нее очень медленный-медленный был распуск. Первый цветок, потом второй, потом третий. И вот все это соцветие распускалось очень медленно. Наконец-то она распустилась, и я хотел запечатлеть, создать за ней видео. Но думаю, что я вставлю сейчас, и они просто в цветении марта. Это энциклия виталина, либо это простыкея виталина. Их, вы знаете, тусуют с одного семейства рода в другой. Но я буду называть ее энциклия как более привычно. Это растение я получил от Татьяны. Вы на ее канале тоже видели ролик про цветение. Она мне подарила это растение, прислала еще осенью. Это не моя заслуга в этом цветении, так как растение пришло уже с цветоносом. И оно просто вырастило у меня цветонос и процвело. Эта энциклия, она довольно-таки странная, отличается от всех остальных энциклей, потому что действительно ее поэтому и выделили в простройке. А видите, у нее листья, они, во-первых, такие мягкие, с сизоватым оттенком. И бульбы тоже у нее такие вот, даже действительно больше похожи на энциклицитрину. Но цветы совершенно другие, абсолютно необычные для этого рода и для всех. Красного-красного цвета. Вы видели, я снял несколько видео и при солнце, и без солнца, потому что очень тяжело уловить этот оттенок красного. Он красно-оранжевого цвета. Но очень необычный, очень интересная форма губы. Сейчас, если у меня наведется резкость. Посмотрите, у нее как будто такой, не знаю, как даже сказать, как у слона хобот с такими глазами какими-то. Очень странноватая для остальных представителей этого как бы рода. Ни одной энциклии такой нет губы. Ее использовали в гибридизации в некоторых, для получения этого красного цвета. Но, мне кажется, один из недостатков этой орхидеи. У нее цветы не очень-таки крупные. Они мелковаты. Они где-то 3-4 сантиметра размер. Но плюс огромный, что она очень долго держит цветы. Вот этот, наверное, уже недели 3 точно цветет. Это соцветия. И нет у нее аромата. Но все равно она очень яркая, очень прикольная. И заканчивает уже свое цветение красавица Памела Ирэйн. Финной. О ней я тоже выложу отдельное видео. Огромное. Красивое. И можете посмотреть, о чем я говорил. Что, конечно, котлея Виталина. И понятно, что это сокровище природное. Но насколько она уступает в размере. Поэтому не часто она и получается в коллекциях. Если люди предпочитают что-то красивое, крупное, яркое и с ароматом. Но это немножко не к ней. Не к этой энцикле. И вот открылся... Открываются у меня фрагмипедиумы. О них... Вот они уже открылись на момент, когда я создаю видео. Я сделал уже отдельное видео. Это было Мэмери Дик Клеменс. И, наконец-то, открылся Фриц. Это его первый день. Он еще гадкий утенок. Сейчас это просто красавец. Всем спасибо. До новых видео. Пока-пока.